Я, Третьякова Тамара Витальевна, родилась в Москве, образование высшее, кандидат на уху, окончила Московский авиационный институт, радиоинженер. Я работала после окончания института по специальности ВПК, на предприятиях ВПК. За свою многолетнюю деятельность я награждена медалью ветеран труда, имею много благодарности, в том числе благодарности от Министерства авиационной промышленности. Я серьезно занималась спортом, по нескольким видам спорта имею первые разряды, мастер спорта по альпинизму, инструктор по альпинизму и инструктор по горным лыжам, судья по скалолазанию. Я занимала много призовых мест, являлась чемпионкой Москвы по летнему и зимнему двоеборию, многократной причем призеркой, призером по скалолазанию первенства на первенстве СССР. Но имею несчетное число грамот, призов и дипломов. В 1979 году мою семью взяли на облучение. На нас начали отрабатывать средства для создания так называемого нелетального аруфия. И образцы самого нелетального аруфия, уже созданные. Этим нелетальным аруфием уничтожили мою мать. И с помощью этого аруфия работали с моим и сына сознанием. Терроризировали физически и морально. И с помощью этого аруфия устраивали разные игровые ситуации и проводили различные исследовательские эксперименты. В 1982 году я обратилась к жалобе на проведение экспериментов. Но меня за эту жалобу взяли и в принудительном порядке поместили в психиатрическую больницу. Это было весной. А после выхода, в декабре месяце, я защитил кандидатскую диссертацию. Причем ученый совет проголосовал 18-0. Это был довольно неплохой результат для меня, которая в это время состояла на психиатрическом учете и имела, значит, считалась фазофреничкой. И, кстати, в отпуска, в летнее и зимнее, я продолжала работать инструктором. И врачи физкультурного диспансера у меня не находили психических заболеваний и допускали к работе в горам. В 1986 году меня сняли в психиатрическом учете на основе предоставленных характеристик с места работы от Федерации альпинизма. Но мне еще раз пытались оказать психиатрическую помощь, когда я в 1994 году обратилась. В общем, мне прекращались эксперименты, и мне пришлось обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу проводимых со мной и с моей семьей экспериментов. В общем, из Генеральной прокуратуры моя фазоба поступила в Московскую прокуратуру. Оттуда в районную переслали. А прокурор района Синельников переслал мою фазобу психоневрологический диспансер номер 17. Это наш районный диспансер. И только своевременная защита Московского комитета экологии филища предотвратила вторичную постановку меня на психиатрический учет. Ну, в общем-то, пришлось обращаться и далее, так как психофизический террор не прекращался. В 1992 году мне пришлось обратиться снова, но на сей раз обращался уже в районную прокуратуру. И при этом у меня были документы с измерениями электромагнитных излучений в квартире. И, в общем-то, эти документы я тоже предоставила прокурору. Прокурор мое заявление и документы переслал в центр санэпидемнадзора. И 10 июня, летом, приехал кортедж Матфин. Значит, машина СГСН, санэпидемитического надзора, милицейская машина и перевозка для помещения в Алопщиков психиатрическую больницу. Дверь мы не открыли. Далее, позднее, значит, вместе с членами Московского комитета экологии Филища мы посетили центр санэпидемнадзора и, значит, пытались выяснить, на каком основании главврач этого центра прислал ко мне этот кортедж машин. Главврач, значит, быстро сориентировался и объяснил нам, что в перевозке находилась очень ценная аппаратура и наряд милиции ее охранял и быстро-быстро-быстро ретировался. Но его заместитель выдал нам, в общем-то, постановление этого ответа из центра санэпидемнадзора, в котором говорится, что этот центр некомпетентен измерять умышленное электромагнитное воздействие в квартирах на основании методического письма номер 346 от 26 июня 2000 года. И документы мои обратно переслали вместе с этим письмом в прокуратуру. Прокуратура бездействовала, и мне пришлось подать на это бездействие в Туфинский районный суд. Очень неохотно приняли мое заявление, долго-долго тянули, и, наконец, 14 октября 2002 года меня направили к судье Баукину, сказав, что у него мои документы. Судья с улыбкой меня встретил и вручил мне повестку на судебное заседание на следующий день. Я чувствовала здесь что-то неладное, и так что времени на подготовку не было, и позвонила, значит, нашему председателю, чтобы, прося с просьбы поддержки. И вот на следующий день, 15 числа, в 15.00 я появилась в суде, и, значит, появилась группа поддержки из Московского комитета экологии в Ильичи. У судьи вытянулось лицо, а секретарша, закрывшись бумагами, сидя там в президиуме, хохотала. Почему это? Отчего это все? Да, потому что срывался разыгрываемый судом сценарий. В зале суда у вас сидел психиатр, который должен был меня освидетельствовать и, значит, сказать, что я психически ненормальная. А во дворе стояла у вас перевозка с милиционером, который должен был отвезти меня в психиатрическую больницу. Наш председатель Петухова Алла Яковлевна выступил на суде и с проблемой проведения антикуляционных медицинских экспериментов над гражданами России. И суду не удалось приклеить мне ярлык психически ненормальный. В общем-то, их спектакль, уготовленный для меня, провалился. Почему? Этот ярлык психически ненормальный приклеивает обычно всем людям, ну, принято, против которых, в общем, осуществляется антикуссионные действия, для того, чтобы они являлись, считались недееспособными и не могли защитить себя и своих родных. Ну, относительно родных, вот, сын у меня окончил в колу серебряной медалью, а московский химико- химико- технологический институт Менделеева с красным дипломом. С детства занимался лейфами, спортом, лейфами и альпинизмом, является призером города Москвы по горовосхождением, инструктором по горным лейфам. Нас, в общем, нас, здоровых спортсменов, этими многочили, многогодичными экспериментами, значит, сделали совершенно больными. У меня там вылез дефицитная анемия среди моих хронических болезней, что является первым признаком, основным признаком существующего облучения. У сына, если смотреть, то в 90-м году врачи по документам имеются документы, что заверили, он практически здоровым, а в 96-м, в 1996-м году у него был букет хронических болезней. Уже традиционная медицина нам не помогала. И мы стали заниматься методиками медитации. Это чуть-чуть помогло улучшить наше здоровье. Возникает вопрос, за что же, отчего же этот ад случился со мной и с моей семьей. Я работала в неавтоматических систем, и случайно оказалась, совершенно случайно, оказалась свидетельницей неправомерных действий, заместитель начальника отдела, где я работала. Эти неправомерные действия бросали тень на отделение и на весь институт. Для того, чтобы восстановить престиж института и замначальника отдела, во всем обвинили меня, сказав, что этим проверяющим, что эти неправомерные действия совершал он из-за меня. Меня оговорили и поставили на облучение. Причем оговоры подписывали, составляли и составили и далее составляли, подписывая у начальства, у сослуживцев, у соседей по квартире, у родственников, у альпинистов. Причем при этом расплачивались и помощь в карьере, помощь в защите диссертации, в то время еще давали ордера на автомобили, на мебель, дачные участки. Все это, в общем-то, этим расплачивались за подписи на оговорах относительно меня, ну, видимо, и сына. И во всем обвинили меня. я поняла, что начальство отделения использует доступ к биохимическому оружию в своих корыстных целях и для уничтожения неугодных их семьей. Я оказалась тоже в числе неугодных в своем секторе. В секторе Васина Алексея Сергеевича я оказалась четвертой жертвой. Первой была Егорова Нина, любимая жена и мать двоих детей. По неизвестной причине она без причины она выбросила с девятого этажа. Второй жертвой была Чагадаева Наташа, очень умный, работоспособный инженер. Ее перевели в другой отдел, развели с мужем и поместили в психиатрическую больницу. Третьей была Чугунова Людмила в нашем секторе. Она получила многочисленные травмы из-за переезда, из-за того, что попала под машину. В этой машине сидели в общем-то очень влиятельные люди. Она получила многочисленные травмы, ее поместили в институт травматологии, в котором она долго-долго лечилась. До сих пор продолжается этот 33-летний садистский террор. нас что нам делали? Нас терроризировали морально, физически, материально, не давали работать и учиться. В общем, внедряли различные заболевания, истязали, отбирали при помощи спецаппаратуры энергию и техногенно насиловали работой с половыми органами. В общем, был кромефный ад. Я перешла на другое место работы, но это не исправило ситуацию. Операторы не автоматических систем продолжали и продолжают со мной работы. Для этого привлекаются соседи из прилежащих к нашей и соседних квартир. Привлекаются операторы на работе, привлекается слежка, операторы для слежки в транспорте и в местах нашего пребывания. Штат операторов огромный, следят, полностью нами управляют, нами и нашей жизнью, в том числе и личной. Ни один террорист не может поквастаться таким вниманием к его особе. И этих бы в общем-то кандидатов, суперученых, кандидатов и докторов наук направить либо на поимку террористов или на проведение модернизации, которую собирается провести Медведев, люди были бы защищены и в общем-то была бы польза, страна бы возродилась. Но этого не происходит. аруфы, которым с нами работают эти виды аруфы дистанционные и в общем-то считается их действия по применению к людям не доказуемы. Но некоторые кое-какие доказательства собрать удалось. Со временем я начала фотографировать и в общем-то и записывать, вести дневник. Вот фотография наручной стены нашей квартиры. Два след на наручной стене от свалившейся облицовки. здесь били лучом из квартиры находящихся напротив нашего дома. Потом это нижний луч. А потом верхний верхний отщепление облицовки. это уже били из 14-этажного лучевого оружия из 14-этажного дома, который выстроим на месте снесенной пятиэтажки. Следующая фотография. Вот здесь у нас следы от лучевого оружия на бетонном потолке лоджи впадины. А справа вот здесь снята миниатюрная спецаппаратура видеонаблюдения или излучения. Что это до сих пор не знает. Офи на потолке лоджи. Внизу это потолок из внутренней потолок комнаты квартиры. Видны трещины и опавшая штукатурка. Это всё образовалось из-за того, что сверху в верхней квартире стояла аппаратура, из которой проводили излучения, били излучениями СВЧ и ультразвуком. Следующее. Здесь три фотографии, на которых показаны физические истязания проводимые относительно меня. Вот это новообразование на слизистой оболочке моего глаза. Значит, в течение девяти месяцев с ноября 2008 по август 2009 били меня лучом под глазом и возникли эти новообразования. Для чего это нужно? Это было нужно для составления отчетов и защиты диссертации по теме генетической наследственности. Значит, после смерти матери, видимо, медкарта попала в руки экспериментаторов, у нее там были больные глаза, но у нее больные глаза были из-за аварии, в которую она попала, из-за травмы, которую она получила. Наследственность здесь ни при чем. На следующей фотографии техногенный горд, наращенный на моей лопатке справа, видны биохимические чипы, которые, в общем, являются маркерами для привлечения излучения. Следующая фотография моя распухшая нога с выступающими венами в течение многих лет мне сводили и сводят судорогами ноги и руки. Но эти виды нелетального оружия способны разрушать не только организм человека, ну и разрушать материальные объекты. Вот это самое разрушается действие операторов на моей даче. Лучевым оружием значит здесь разбита веранда дачного дачной постройки. Видны значит впадины от лучей. здесь валяются разбитые лучевым оружием покалеченные и выбитые из ограды столбики. Далее значит здесь искалеченный плодовый куст тоже лучевым оружием. Так что похоже, что средневековый вандализм 21 веке вернулся с помощью этого новых видов нелетального оружия. Хочу еще привести несколько примеров истязаний и садистского варварства, которые относительно меня и сына были значит устроены, проведены. Утро телефонный звонок из следственного комитета приглашают сына в следственный комитет с документами. Пришло заявление, что якобы он должен крупную сумму денег полякам из совместного предприятия. Сын в это время спит после бессонной ночи, которую ему в общем ежедневно устраивали экспериментаторы. Я взяла его документы и поехала на Новокузнецкую в следственный комитет. Там пришлось писать объяснительную по документам значит подтвердила, что в данное время он находился на обследовании в институте гастроэнтерологии, где в общем никак не могли понять от чего у него значит куча хронических заболеваний и гепатит, в том числе гепатит неясной этиологии. Имя, отчество и фамилия должника оказались такими, как у сына, но номер паспорта слава богу оказался другим. Во сне операторы мне значит заявили, дозавили, что они переборщили. Они обычно разговаривают со мной только во сне, так как наяву в полном сознании я их посылаю очень далеко. Следующий значит эпизод я обратилась к депутату Фаллабы на проведение экспериментов. Депутат мои документы пересыл в ОВД северо-западного округа. Значит там участковый сказал, что у них нет прочитав мое заявление сказал, что они ничем не могут помочь, так как у них нет регистрирующей аппаратуры. Но из-за истязания усиливающих мне пришлось вторично идти в ОВД и уже я записалась на прием к начальнику ОВД. Значит я сидела в очереди и тут участковый увидел меня и сказал, подождите, сейчас я вам чем-нибудь помогу. Через 10 минут он, значит, пришел и принес мне картонную коробку обклеенную скотчем и говорит, вот возьмите здесь новейший вид регистрирующей японской аппаратуры. Говорит, поставьте в том месте, где наиболее сильное излучение, а потом я у вас ее заберу. Я принесла эту коробку, поставила в угол, откуда обычно считала, что они наиболее сильно бьют и коробка там долго стояла. Никто я не интересовался. Потом, спустя много времени, значит, мы решили, что уже все записалось, все, что можно, решили открыть, участковый не приходил, значит, открыли эту коробку, сняли скотч, а там вместо японской аппаратуры регистрирующей оказалась русская книжка «Свиссарное дело». Так что вот так работают наши правоохранительные органы. дальше возвращалась я с дачи пивком. В это время была осень, ходили коммерческие автобусы. Я ходила пивком на рейсовый автобус и проходила мимо склада строематериалов. Около ворот склада стоял Суров с огромной овчаркой на поводке и разговаривал по сотовому телефону. Увидев меня, он, значит, спустил собаку с поводка и натравил на меня. В это время проезжал автомобиль, собака помчалась за этим автомобилем, а потом бросилась на меня, повалила и впилась зубами в рюкзак, который у меня был на спине. Я потом быстро вскочила и крикнула Сурову «Что вы делаете? уберите собаку?» Он, улыбаясь, кому-то сообщал по телефону, что задание выполнено. Вот этот рюкзак, порванный зубами собаки, я, значит, сфотографировала. Вот этот клок рюкзака, он сделан импортный из очень такого твердого в смысле толстого материала собака вырвала. Слава Богу, что это была не моя спина. Что он был у меня на спине. Ещё пример. Недавно, в общем-то, в ноябре месяце, значит, ночью, я деворила в Туфинской детской больнице. Перед этим месяца два меня били по правому плечу. Здесь считается, что здесь вход выясненной энергии. И вдруг ночью в 3 часа 20 минут запускают мне в эту пробитую, видимо, здесь после того, как били лучи, операторы били сюда лучом, здесь пробили ауру, и сюда запускают мне луч с негативом. вся правая сторона у меня от боли, я даже вскрикнула, ногу, правая нога вывернута, наступить на нее не могу. В общем, около здесь сигнал скорой помощи. Привезли очередного больного ребенка, надо открывать дверь и отправлять и отвозить на лифте ребенка в отделение. Мои экспериментаторы такими стезами, а у меня нога в общем ходить я еле-еле-еле дохромала. Пришлось выполнять нужные действия. Экспериментаторы мстят мне за то, что я раскрываю этими истязаниями, за то, что я раскрываю их всю деятельность, которую они проводят под видом научных изысканий. Кроме описанных истязаний, они значит еще работая с подопытным применяют такие методы, останавливают во сне подопытного дыхания, создает техногенный перелом шейки бедра, внедряет различные заболевания, в том числе организует инфаркт и инсульты и, наконец, уничтожает. Видимо, от этих научных экспериментов Россия занимает первое место по темпу сокращения населения. Последний пример. Значит, я зимой каталась на лыжах, возвращалась домой и стою, жду, когда проедет трамвай, остановился у трамвайной линии. Жду, когда можно будет перейти, идет, едет трамвай. Рядом стоит, на перекрестке стоит машина и тоже ждет проезда трамвая. Вдруг из этого автомобиля мне под коленки бьют лучом и я плашмя падаю на рельсы. В голове быстро проносится мысль, что трамвай не успеет остановиться и нафиг меня перережет. Я начинаю, пытаюсь уползти с рельсов. В это время перед самым носом трамвай вдруг останавливается. Я поднимаюсь, собираю лыжи слезами на глазах благодарю девушку за то, что вафатую, девушку вафатую, что она мне спасла жизнь. Девушка улыбается и, видимо, сама довольна, что избежала наезда. это эти виды оружия, которые отрабатывают на нас виды оружия, универсальные. С их помощью можно совершить любые аварии, катастрофы, наезды, отобрать собственность, бизнес, создать скандальные ситуации, производить преступников, террористов и, наконец, просто уничтожать неугодных. Они способны работать с сознанием и физиологией живых объектов и разрушать материальные объекты. эти виды оружия и их возможности были очень строго засекречены. Но 20 февраля в этом году вышла в российской газете выходит статья Путина «Быть сильными гарантии национальной безопасности для России». В этой статье говорится дословно читаю о создании оружия на новых физических принципах оружия лучевого, геофизического, волнового, генного, психофизического и других видов. Подобные системы вооружения будут сопоставимы по результату применения с ядерным оружием. Таким образом на нас законопослушных граждан России из нас сделали мишени для испытаний и отработки этих новых видов оружия. Кроме того, нас превратили в бесплатный товар для ученых-мошенников, которые зарабатывают на работе на экспериментах с нами карьеру ученой степени деньги. Их вседозволенность и безнаказанность прикрывается секретностью коррупции и силовыми структурами и существующими властными структурами. Об этом свидетельствуют наши многочисленные бесполезные обращения по поводу многолетнего проведения над нами биомедических экспериментов без нашего согласия. Это полностью нарушает Конституцию России статью 21. Более подробная информация по поводу криминальных экспериментов над графами страны представлена на сайте Московского городского комитета экологии Филища. Филища.